Со второго места веселого июля, в том числе 64 года, награждается Никифорова Денисова, Волгоградская полоса. Всероссийские соревнования в памяти выдающегося спортсмена Николая Никифорова-Денисова проводятся с 1981 года. С 2015-го юных боксеров неизменно принимает Северная столица. В этом году турнир собрал сильнейшие команды из 50 регионов. Конечно, хотелось бы золото забрать, но что есть, то есть. Это турнир сильнейших был, потому что мы вторыми встали. Мы еще и прицениваемся. Сейчас через три месяца будет первенство России. Мы как раз посмотрели своих соперников, посмотрели, что нам делать, где-то выявили свои ошибки. То есть будем работать, думаем, к первенству России мы подготовимся лучше. И без первого места уже не приедем. Традиционно на Кубке Никифорова-Денисова формируется сборная страны для участия в предстоящих европейских и мировых первенствах. Регионы на отборочный турнир отправляют лучших из лучших. У них соперники были опытные. Я вот хочу сказать, 2003 год, который был представлен там. Там очень много ребят, которые по три раза выигрывали Россию, по два раза выигрывали Европу. То есть, ну, очень такой сильный турнир. Все бои были по-своему тяжелые. А вот что касаемо финала, все шансы были также победить. Но, возможно, где-то с волнением не справился. В честь Волгоградской области на турнире отстаивали восемь юных боксеров. Пятеро из которых – воспитанники Павла Дешевого. Родной брат серебряного призера Илья Набеев в своей весовой категории стал четвертым. Последние два боя. Чемпион Европы, чемпион России. Все бои эмоциональные были, когда за брата переживал, особенно в финале, полуфинале. Серебро, завоеванное на прошедших соревнованиях, позволило Никите Набееву занять место в сборной России. Однако отбор еще не окончен. Все готовятся очень основательно, все команды. Я думаю, мы должны выдержать конкуренцию. Через три месяца обязательно отобраться на первенство мира, чтобы мы были номер один. Не только в весе Никитина в 64, но и в весе Ильи в 60. То есть у нас есть потенциал. Первая тренировка когда? Как тренинг скажет. Первая тренировка у нас в пятницу. Сейчас они отдохнут, восстановятся, придет в себя, подучат уроки, закроют хвосты в училище. И в пятницу придет на тренировку, уже все. То есть медали медалями, а учеба? Нет, учеба обязательная. История увольнения Павла Дешевого из училища Олимпийского резерва после победы его воспитанника Ильи Шакирова на чемпионате Европы не так давно вызвала широкий общественный резонанс. На протяжении нескольких месяцев он готовил юных боксеров. Именно к турниру Никифорова-Денисова, будучи безработным. Своё обещание волгоградские чиновники от спорта принять его на работу в школу Олимпийского резерва так и не исполнили. Сегодня Дешевов работает в спортивной школе номер 23, но по-прежнему занимается и со своими бывшими подопечными. Поездку, из которой Никита Набиев привез серебро, профинансировало региональное отделение Федерации бокса России. В областном бюджете по-прежнему нет средств на воспитание чемпионов и участие юных боксеров в соревнованиях. Ольга Терентьева, Максим Мещеряков, телеканал Волгоград-1.